Привет, дорогие друзья! Сезон кабачков продолжается. У меня кабачки еще не заканчиваются, а значит мы сегодня готовим опять кабачки. Я реально очень люблю кабачки. Они, во-первых, очень готовятся быстро, легко и конечный результат просто обалденный и очень вкусный. Готовьте вместе со мной. А мы сегодня готовим кабачки к мясу, к рису, к картофелю, к чему угодно. Такие кабачки получаются очень вкусные, очень обалденные. Начинаем готовить. Поехали! И быстренько пробежимся по ингредиентам. У меня здесь два кабачка. Средних кабачка. Весом вы меня очень часто спрашиваете, какого веса один кабачок. Средний кабачок, я бы даже сказал маленький кабачок. Вес одного кабачка примерно около 200 грамм, может чуть меньше, 180-200 грамм. Также понадобится пару зубчиков чеснока, сладкая паприка, аджика и буквально немного сок лимона. Также будем жарить на подсолнечном масле. Срезаем у кабачка все лишнее. Также места, поврежденные, удаляем кожицу. А нарезать буду кубиком. Разрезаю примерно на три части. Если кабачок у вас больше, значит нарезайте больше. Вот на такие кусочки нарезаем кабачки. Все, отправляем наши кабачки в отдельную миску. Мы сейчас их замаринуем. Добавляю чайную ложку аджики. Я использую аджику грузинскую. Вы можете использовать простую какую-нибудь аджику. Даже просто сухую. Так, добавляю в сладкой паприки пол чайной ложки. И отправляю через чеснокодавку чеснок. Чеснок придает обалденный вкус и также аромат нашим кабачкам. Обязательно используйте. Получается очень вкусно. И буквально пару капель лимонного сока. Достаточно. И буквально столовую ложку подсолнечного масла. И хорошенечко размешиваем. Ни в коем случае не добавляем соль. Соль навредит. Присолим мы уже при жарке. Соль в данный момент, если присолить, кабачок начнет выделять влагу. И этой влаги будет очень много. А нам нужно сохранить влагу именно в самих кабачках. Все, оставляем кабачки буквально на 5-10 минут. Для того, чтобы они немного промариновались. Вкус вошел у наши кабачки. Отправил сковородку на плиту. Добавляю подсолнечное масло. Подсолнечного масла не жалеем. Добавляем примерно 70-80 миллилитров. Как проверить, раскалилось ли масло или нет. Отправляем один кусочек. И он сразу должен начинать хорошенечко шипеть. Значит, масло раскалилось. И можем отправлять весь кабачок. Сковородка у меня большая. Примерно на 28 сантиметров. Может 26. Но в идеале, конечно, жарить большой сковородки одним слоем. Для того, чтобы все кусочки равномерно прожарились. Это обязательно. Мы их не тушим, мы их обжариваем. И я люблю их жарить так, чтобы они не были сильно пережарены. А именно оставались немного хрустящие. Вы уже смотрите, конечно, по своему вкусу. Можете их пережаривать немного, а можете жарить именно как я. С каждой стороны мы обжарим примерно по 2-3 минуты. Я буду перемешивать примерно около 4 раз. Напоминаю еще раз. Солим в самом конце. Осталось буквально 3 минуты до полной готовности уже наших кабачков. Присаливаю. Не раньше. Именно в этот момент. 2 щепоточки соли достаточно. Аромат исходит обалденный, друзья. Обязательно приготовьте. Такие кабачки получаются реально очень вкусные. Все, наших последних 3 минуты прошло. Накрываю крышкой. Выключаем нагрев и оставляем еще на 3 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Друзья, шашлычка. Вкусно прожарено, с красивой корочкой. К шашлыку такие кабачки супер. Обязательно попробуйте. И без мяса очень вкусно. Бомба. Готовьте. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. А также не забываем ставить лайк и, конечно же, делиться с друзьями. Всем пока. Тигра сидел вместе со мной и наблюдал, как я готовлю. Обожает этот процесс. Такой внимательный друг у меня есть. Да, тигр? Скажи всем привет. И до скорых встреч. Пока-пока.